зашли мы в спорт зона магазин и нас приятно тут удивили цены то что на брендовую обувь там пума nike фила и рыбок достаточно такие нормальные цены 20 лет ну 30 евро да вот эти вообще 20 евро пума стоит заходить хорошие цены от 20 евро и дороже да а рядом находится outlet покажи чего вот эти мы взяли но где-то да такие штаны стоит в районе 8000 сочи в хорошем магазине там в немецком аналогичные штаны да здесь они 40 евро с и у нас они будут в два раза как минимум дороже рубашка классная вообще блин цвет такой материал качественный сколько рубашка стоит по моему 29 евро до 29 евро это ну 2 2 с копейками 2000 с копейками у нас от рубашка будет 5000 стоит брендовая брендовая вот это ничего да нет прикольно то что вот этот цвет мне очень нравится вот смотрите 40 евро а какой 40 у них скидка 20 евро вот фила вообще классный такой коралловый цвет такой 20 евро 1600 рублей за фила кроссовки но может быть не так много модели но не все равно есть модельки прикольные вот и женские кроссовки разные есть ну цены намного отличаются от тех которые у нас в россии в спортмастере дешевле 20 евро 20 евро это грубо говоря полторы тысячи рублей 30 евро да но здесь они таким а дня вы уже блестящие ничего такие понравились но они маленькие тоже ой 12 евро по 12 13 евро самша 30 евро 2 2 грубо говоря 2 2 200 вот такие тысячи рублей кожа рыбок я не буду говорить кто такие купили за 10 я вообще удивляюсь в россии зарплаты падают пенсии не растут цены на про на все остальное растут а здесь все дешевле здесь люди получают большие цены на промышленные товары вот на такие вот товары как одежда обувь все дешевле половина страна снг переедут в испанию и другие европейские страны потому что если так все будет дальше цены будут расти и доходы населения не будут увеличиваться люди просто будут эмигрировать как работа нету мне кажется есть здесь есть работа испанцы просто не работают за зарплату в 900 евро там за 800 евро наши работают за 900 за 800 за 700 конечно не такая большая зарплата но можно недвижимость снимать где-то не в самом городе а за городом подешевле комнату поначалу как бы потом уже получить право на работу работать официально и рассчитывать на более высокий оклад мне кажется что здесь востребованы такие люди которые занимаются ремонтами кто занимается там плиточники электрики водопроводчики кто у кого есть три руки кто грамотно все может проложить эту сеть водопроводную электрическую подключить водонагреватель газовые котлы кто занимается ремонтом насосного оборудования и там прочее прочее электротехники электроники эти люди здесь очень легко себя найдут такие специально очень востребованные несколько секунд рекламы не переключайтесь я хочу порекомендовать вам очень интересный канал посвященный недвижимости называется он недвижимости Испании Spain Luxe Invest. Этот канал освещает вопросы, связанные с переездом в Испанию, с покупкой недвижимости. На канале есть видеоролики с консультациями адвокатов, налоговых советников, бухгалтеров, застройщиков, архитекторов и других квалифицированных специалистов. Видеоролики ярко и точно освещают именно то, на что следует обратить внимание в вопросах покупки нового жилья и открытия, например, банковского счета или же оформления вида на жительство. То есть, подписавшись на этот канал, вы сможете быть в курсе, какие объекты недвижимости на Костабланка наиболее востребованы и узнаете о высокорентабельной недвижимости в Испании с подробными разъяснениями. Переходите по ссылочкам в описании на канал Spain Luxe Invest и смотрите интересные видео о регионе Костабланка и о недвижимости в Испании. Ну что, долгожданный обзор нашей машины. Итак, Fiat Panda. Самый главный плюс этой машины то, что она все-таки вместительная и у нее высокая крыша, хотя сама машинка небольшая. 14 колеса. Я не знаю, какой объем двигателя. На двигателе я не нашел информации. В горку все же, вкрутую, она на первой скорости забирается, на второй ей не хватает. Думаю, что здесь тысяча кубиков или меньше. У нее не три двери, а пять дверей, вот помещается наш ребенок. Сейчас сиденье отодвинуто на мой рост, у меня мой рост примерно 1,88 м. Если сзади сядет такой же товарищ, то в принципе он упирается уже, уже вот так вот упирается. Но ехать можно, длительное расстояние, конечно, тяжело. Вот, сейчас я закрою дверь. Вот, сзади, сзади я упираюсь в какую-то хрень. А, это подголовник. А, ну подголовник вытаскивается, смотрите, вытаскивается. Что касается сиденья, назад его уже не положить. То есть это вот та позиция, в которой, в принципе, и пассажир будет ехать. Для детей или для низкорослого пассажира, в принципе, это нормально. Вот, и головой, вот я у сока, головой не цепляю ничего. Сиденья также можно разложить назад. Здесь есть лапка специальная. На что там вещи? Да, я сейчас не буду этого делать, но сиденья вот это, в общем, так вперед складывается. Что касается, посмотрите, какая задница, да? Как Давидович там показывает, влазит у нас один огромный чемодан, и еще можно распихать сумки. Ну, какие-то крупные сумки разложить. Мы думаем, что мы не поместимся. Мы до сих пор думаем, что мы не поместимся. Ну, что тут показывать? Под сапот я залазить не буду, так как это обзор не профессиональный, а для тех, кто хочет арендовать машину в путешествии. Оптимально на двоих взрослых и на двоих детей или на одного ребенка. Вот, на себе. Вот я сажусь, и я, как бы, ничего не цепляю. У меня еще остается сантиметров десять расстояние до потолка. Мне нормально. Дальше сможешь показывать сюда, что тут есть из плюшек. Да, в общем-то, и ничего. Особо ничего, но здесь электроника показывает на экране жидкокристаллический экран, показывает количество топлива, температуру, все как обычно. Тахометр есть, механика на Фиате, причем она переключается, задняя скорость, вот так вот нажимаешь, и тогда задняя включается. Если этого не делать, задняя не включается. Кондиционер, тут механическое все, вот эти крутилки, направления. Есть кнопочка АСР-система, она, значит, против пробуксовки. Впереди стеклоподъемники вот электрические, стеклоподъемники кнопки находятся вот здесь вот, где ручка переключения скоростей. Сзади у нас стеклоподъемники, покажи, Влад, какие. Мясорубки. Вот, ну все. И зеркала тоже управляются руками механические, то есть она такая полумеханическая. Приемник вроде современный, тут все эти станции переключаются, настраиваются. Есть дополнительное освещение у нее, регулировка фар вверх-вниз электрическая. Есть дополнительные противотуманки. Что тут еще есть? Обогрев заднего стекла. Из плюшек здесь есть еще громкая связь и какие-то технические сообщения. Но на итальянском языке, ну я особо-то и не пытался, мне не получилось выставить русский язык или на английский. есть вот такая штука, USB-зарядник здесь. И также где-то еще USB... А, вот здесь вот внизу есть прикуриватель. Тоже можно воткнуть туда свой USB-зарядник. Ну вот уже один есть, как бы уже хорошо. Вот эта кнопка, хрен знает для чего. Утапливается она. Что-то туда вставлять. Для чего я пока не разобрался. Ну в общем машина относительно простая, руль регулируется по высоте, не выдвигается, но вверх-вниз у него есть вход такой. В принципе, нам вот мы тут не толкаемся. Здесь вот... О, я только что нашел, как сиденье опускается. Я думал, что с той стороны не мог его найти. Оно, как с этой стороны. О, водителю можно, смотрите. И расслабиться вот так где-то, поспать. В принципе, вполне комфортно. Многие, конечно, я не до конца вытягиваю, но я могу уже еще подвинуться. О, смотрите. Вообще дядь косяет двухметровый легко. В такую машину двухметровую реально поместится. Потому что я сейчас отодвинулся. Но сзади уже никто не поместил. Ну, сзади, да, если только один ребенок. Вот, ну смотрите сзади, что получается. Ну это если будет двухметровый... О, как мы снимаем. Ну вот так, сзади вообще вот так получается. Вот двухметровый дядька сел, к примеру. Ну и что? Все, смотрите. Вот, я сижу. Смотрим на... Но только сзади есть ребенок. Да, и будем на руках мы еще. А, в бардачке знаете, что есть? AUX-ход и USB-ход дополнительный. То есть можно, в принципе, флешку вставлять и с флешки слушать музыку здесь. Так что все ништяк. Подушки безопасности в этой машине есть. Airbag, Airbag и здесь написано. Судя по всему, есть боковые подушки безопасности и в руле подушка безопасности. И хороший сигнал. Во какой. Да, еще, кстати, она сигналит так противно. Пи-пи-пи-пи, если вы не пристегнулись. И сигналит не внутри, а сигналит снаружи. Так, что все оборачиваются. Это вообще фишка Fiat. Когда мы Fiat типа брали в прокат Валенсии, у нас тоже люди оборачивались, что же у них там сигналит. Чего они не пристегиваются? Ну и все. Больше каких-то тут... А, ну еще прикольный ключ. То, что открывается тут центральный замок получается. С ключа все двери блокируются, открываются. Кнопка багажника отдельно открывает багажник. Вот такой ключ. В принципе, машинка маленькая, современная. Без какой-то лишней электроники. Так что смело можете ее заказывать на семью, несмотря на то, что она маленькая. Это самый маленький класс в компаниях по прокату автомобилей. У нас класс был Nissan Micro. И вот я думал, что нам дадут Nissan Micro. Но оказалось, что это Fiat Panda. Нормальная машина, в принципе. Так что берите, катайтесь. Конечно, лучше ездить. Естественно, у нас до этого был Seat Leon и Fiat типа. Эти автомобили более просторные. На них более комфортно ездить. Мы поехали на пляж. Пока. Мы едем на пляж Леванте. Везде круговое движение, что снижает нагрузку, уменьшает трафик, уменьшает пробки. Вот мы приближаемся к району, где находится средиземноморский балкончик. То есть то место, где разделяется пляж Паниэнте с Леванте. Ну вот впереди уже старые малоэтажные строения. Автобусы ходят двойка, тройка, так через весь город. И еще, что самое интересное, по всему городу лежачие полицейские. Они не такие резкие колеса, то есть об них не бьются, как у нас. Они плавные. И в тот же самый момент везде указания дублируются на дороге, что скорость необходимо снизить до 20-30 километров. Ввиду того, что здесь и велосипедные дорожки, ну и вообще курортные дороги. То есть если вы хотите ехать быстро, можно выехать за город. Эстурион, что это такое? Ресторан. Пахнет рыбкой, пахнет креветками, рыбный ресторан. А я думаю, что же так пахнет-то вкусно. Достаточно много здесь старых кабриолетов, я не раз встречаю. Но есть ли новые? На кабриолете, мне кажется, прикольно ехать первые 15 минут. А потом при солнцепеке, при развивающемся ветре. Ну я сказал, что это прикольно, но непрактично. Потому что шум постоянно от ветра, пыль какая-то. Это, знаешь как, если иметь третью машину в семье. А у девушек прическа постоянно будет разбиваться, лохматиться, лицо постоянно сгорать. В общем, в Бенидорме можно купить несколько кабриолетов, сдавать их в аренду. Все, выход нашли. К чему кабриолетов в Бенидорме? И на эти деньги жить. Объезжаем старую часть города и выйдем сейчас на третью или на вторую дорогу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мальчиком пиво. А смотрите, какой здесь интересный пляж приватный. Зарядка для ленивых, да, Владька? Ну если прийти с этого пляжа Ливанта, представляете, с какого вам надо идти? Оттуда топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Еще учись, что вы идете снизу, вон с того пляжа, у вас будет суперфигура. Там все лежат, ну не все, но с голыми попами, с детьми туда ездить нельзя Можно, можно, смотри Петя, говорю, люди с голыми попами там Поехали на голых мужиков, посмотрите, как они песенами бегают А, подожди, так туда не подъехать, вот они Идут вот по этой дорожке, да, как спускаются, или как? Да как знают, как они там идут Вот и как прикольно они едут Да А, у парня, вычлется мотор? Нет, электрически, не помогает другим Приходишь на пляж все голые, не надо купальник брать с собой Вот этот, хотел сказать, удобно, да? Не надо плавкие купальник брать с собой Как удобно, забыл, ну и все такие Заходим, получается, на территории пляжа С самой северной стороны Бенедорма Какие-то вот блюда в среднем стоят в районе 9 евро, 9-10 евро Что-то есть дешевле, в районе 7,5-8,5 Стейк 7,80 Владик, переходим по пешеходному переходу, поворачиваю налево Владик у нас тачит на пляж пакет с солдатиками Ведра с замками, лопату Сейчас мы там построим конкретный замок, да? Расставим солдат и начнем там войну Вот, смотрите, эти электрокары, они здесь заряжаются То есть их можно взять в прокат Ну, опять же, в основном ездят англичане Ну, не заходите, пожалуйста Есть двухместный, есть одноместный Вот, очень много в прокате вот этих вот средств самокатов появилось В прошлом году такого обилия средств электропередвижения не было В этом году прям очень много, постоянно встречаются Офис Центавра здесь Кстати, вот кто интересуется прокатом машин Неплохая контора, но в этом году я не снимал у них Не арендовал у них машину, потому что цены были в Голдкаре дешевле Но по факту Голдкар для меня оказался со скрытыми платежами дороже Так что в будущем в Голдкар я точно не буду обращаться Ну, а для тех, кто хочет найти самые дешевые цены Я обнаружил сайт Некоторое время посвятил сравнению цен Это сайт-агрегатор Вот, ссылочка будет под видео Это я вот в этом сезоне вторую машину наш Фиат Наш Фиат арендовал именно через эту цепь Здесь вот стартует автобус двухъярусный Со вторым этажом, с открытой крышей Можно проехаться по Бенедорму Ренто-скутер Вот, скутери в аренду Ну, вот это то место, с которого мы и открывали для себя Бенедорм в прошлом году Нам сразу же он понравился В этой части города пляж просто переполнен Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это вот мяско куриное, посмотрите, как и филюшечки сделаны со специями Какая красота И все нарезано, такое тоненько-тоненько-тоненько-тоненько Смотрите, какая лепота Какое-то блюдо делает Кстати, здесь выбор лучше, чем даже в других магазинах Смотрите, можно купить и сразу же вам готовое блюдо будет Да, вообще классно Где свинина, свинья нарисована Соответственно, тут курица и сыр с какой-то зеленью, да? Да, индейка Индейка Это насколько тоненько так нарезать, чтобы это все готовить Это вот как это все классно подается Это 450 рублей килограмм, вот 6-20 евро Смешные говядина, свинина, парши Мы в разделе сырого мяса находимся Насколько тонкое, посмотри А, оно так тонко нарезано Да А что с ним делать с таким тонким? Тут еще сыр пармезана, пармезана рижана, я не знаю И вот так что ли едет? Скорее всего, заворачивают внутрь и обжаривают Я так понимаю, что нужно вот этот пармезан Выглядит как будто уже готовое Да, но надо внутрь завернуть как крылончики и поджарить, скорее всего Но находится в этом воде, где прохладное все Кубики 7,60 Это примерно 500 рублей килограмм получается говядина Ну это такое мясо, которое уже чисто вылезко Без костей, без ничего Да, тут уже А, ну вот видно с морковкой А здесь уже готовое То есть эти овощи как бы в майонезе шли, да? Вот какая-то штука Не хочешь взять попробовать? А вот с нута, смотрите, нут А, хумус, ну хумус это как горох, нут И вот этими штучками надо взять Макаешь уже, кушаешь с оливками, да? Да Гаспачо вот поел, рассмотри, есть такой Взять попробуй Ну попробуй возьми, посмотри Ребенок бы это увидел, душу продал бы Вот за картошку, за картошку фри А это что, уже готовая картошка? Ну, типа того, подогреть, наверное, надо как-то И вот соусы Видимо, да А, ну да, вот два соуса, смотри А здесь уже готовая картошка печеная То есть такие Для холостяков просто райды Пришел, все, что надо, купил А вот смотри Вот этот, как его, крупа эта мелкая Это что такое? Это для викторианс Видишь? А, вот это Здесь тоже, да Где ты взяла? Вот внизу, готовая продукция Вот эта крупа Кстати, вот эта крупа вкусная Ух ты, а тут прям с яйцом внутри Это прям как ветчина с яйцом Короче, 6,5 евро, почти килограмм Знаешь, как это, на выставке где-то продукции, да? Ну да У нас, наверное, на выставках бывает Каких-то агропредприятий Смотрите, у нас обычно в магазинах Тупо лежит кусок печенки Это еще Показательная Да, тупо кусок печенки А тут же они нарезаны Аккуратнее Сколько стоит 9 евро, получается, за килограмм А вот ребрышки бараньи, смотри Ооо, мяса, так сказать, мало Но все равно Сколько стоит? 7 евро получается Ну это много Это, да, да, да Это, может сказать, кожа Что, кто-то ест вот это, да? Там даже зубы, по-моему, есть Это кошки Это не кролики, это кошки Поэтому я понял, почему мы редко в Испании видим кошек Вот они все здесь Кролики В Турции столько кошек, да, здесь ни одной Здесь все меркодони лежат Пицца Пицца, да, можно не подходить, там много Ооо, там внутри мясо уже Это, короче, разогреваешь Режешь, у тебя готовая булка с этим С сыром И с Да, у нас такое не делают, да? Плюшка такая, да? Микроволновку засунул, на всех порезал Бекон, сыр, что-то еще, наверное А, вот с хамоном даже есть Смотрите, нифига себе, с хамоном булка Вот это, вот это, да, такая вот У меня даже фантазии не хватило бы Что я никогда бы не подумал, что можно так сделать Сегодня экскурс по необычным продуктам Да, мы, как бы, вы уже все знаете, что тут продается в этих магазинах Мы хотим обратить внимание на что-то такое Эксклюзивное, что мы еще Ну это не эксклюзивное Эксклюзив, ну да Но макарона баланеза Пошел, так взял, все разогрел Уже-таки готовые макарошки Суши роллы считает Ирина дороговато Но если вот вы видите, тут сразу берешь Тут видно, что красная рыба Видно, что креветочка Видно, что тунец там Прайс за килограмм 30 евро Но вот этого поповка стоит 9 евро Понимаешь, ингредиенты-то тут все настоящие Как бы все свежее Ну надо взять это Все свежее Ну ты хочешь попробовать? Возьми какие-то Бери Давай к рыбной витрине подойдем И тут очень много свежей рыбы Прямо такой Сначала буталончик взять Ну сначала, если бы это вот вкусная была рыба Вот мы ее жарили Очень вкусно Давай ее возьмем Давай вот эту Приготовим эту Ну это форель, что ебать Ну вкусная она здесь Она у них прям Ну вот эту, может, приготовим? Ну она если костлявая Дорадо Дорадо Ну давай Дорадо Все так ее парят, так парят Вот это вкусная Мы прошлый раз ее брали Вот это вкусная А ее все разобрали Да ты мне ее готов Ладно, какие-то в аликан Тебе брали Креветки О, наши любимые креветки 8,95 Наверное, достаточно Достаточно Так, все окей Вот эти такие, знаешь, как Амебу, какие-то амебу, да? Плюшки Я камбала не хочу Она жирная Ну а в следующий раз попробуем Давай одну форель Я не пробовал Бери Дорадо Возьми Дорадо Вот мы взяли рыбу Спросили, да Я просто не понял сразу Про испански А они говорят Когда вначале спросили на испанском А потом показали Я говорю, что, что? Ну типа, что вы спросили Так показал И так То есть спарывают Голову отрезают И получается уже Готовое филе Остается только положить на сковородку Да, вообще Да, дома мы уже рыбу не увидим Можешь здесь показать Какую Помнишь, мы хотели их взять Они живые здесь? Слушай, они живые тоже Они, вон их трогаешь Они прячутся Вот смотрите Внутренности все вынули У этой рыбки Которая называется Лубина И Все у нас она будет такая Останется только на кусочках Ее порезать Прикольно То, что это все бесплатно Это входит как бы в стоимость рыбы И по вашему желанию Могут это все сделать Короче, полный сервис У них даже ультрафиолетовые лампы висят Ну у нас тоже Я видел в ленте Они висят Вы знаете, такой совет Если вы ходите в большие магазины То, как Коринфур или там Шкурдеры снимают Супер Не шкуру, тиши Тиши ее Вы старайтесь дома покушать И ночью Потому что вы будете все подряд грести Ну это истина уже Всем известная Мы приходили Мы сметали все подряд Слушай, ну рыба твердая Вот ее как бы Это, трогаешь пальцы Она твердая Свежая Да, то есть она не старая И причем заходишь в магазин И нет запаха топлива Как у нас в Моримоле Заходишь и прям такой Запах прям нос режет Да, от рыбы, да? И рыба такая вся лежит Как будто она ехала Блин, в месяц на поезде А еще знаете, что мы на нас видели Моримоле продавали Такие кости Копченые От семги Просто тупо кости И еще цена была Помнишь там На костях практически не было мяса И это все было Под копченое Нормально А, нормально Нормально Окей, окей Вот эта бумага, да? Откуда эта дорада? Греция Где-то рядом ловят на сейнерах А компания греческая Смотри Полная информация, да? У нас такой информации Не предоставляется вообще Откуда, чего Только на бананах На ящиках Можно увидеть, что Эквадор Шотландия Смотрите, девушка нам все срезает Это мечта любой хозяйки Ты пришел, тебе дали рыбу Которая почищенная Без кишков Без чешуи Боже, это мечта Это вот Да, вот ее спарывают Все достают Потому что, когда приходишь в магазин Одно дело, ты покупаешь рыбу Потом представляешь Что с ней еще надо ввозиться И ее не хочешь уже брать А ты думаешь Нафига она нужна Что за компания Ганди Валенсия Средиземноморские Слушай, а вот такие кальмары Это вот эти вот кальмары Или нет? Может они на вкус другие? Давай возьмем один Блин, давай тогда завтра Займемся кальмарами Потому что сегодня рыбус Хорошо Завтра у нас будут кальмары И кальмары Короче, сходили мы в магазин за хлебом Да Ирина говорит Давай ходим Хлеб купим И молоко И батон, и молоко Я говорю Ну да, ладно Так он же сказал Знаешь, куда ехать? Надо в Меркадону ехать Там, где прям много хлеба и молока Сейчас мы еще что-нибудь возьмем Для пробы Но не спиропортишься Чтобы можно было На стол выложить И перелиться с вами Ну Показать вам те продукты Которые мы сами впервые Пробуем Забирай Да И что они себе представляют Какой вкус имеют Все Завернули каждый В отдельный бумажный пакетик Положили туда чек Тут все написано Вес Стоимость Все обошлось 8 евро То, что мы взяли И сверху еще Целлофановый пакет И пакетик сверху Заклеили на специальный скотч Да, при этом У них еще Огромные Холодильные Лари С глубокой Заморозкой рыбы Тут масса рыбы А, прикольно Как стейк Да И при этом Вот если мы Витрину откроем Как она открывается Смотрите На рыбе Ни фига не на морожен лед Вот рыба Есть рыба Да Вот А, у нас Обычно Вот такую тему Берешь И она вся во льду А ты не хочешь Оговорить 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 Хочу Ну ты Что-то Перебор У тебя Настолько Сразу набирает Зачем Мы даже Не знаем Что за рыба А, попробовать Смотри Маленький Смотри Крыну Вы знаете Что это такое Рыба какая-то Просто Огромнейший Ассортимент Моллюсков Вот 685 грамм А, 7,4 Ну вот 350 рублей Смотрите Льда нету Льда здесь нету Ну есть вот Пустая там Крышечка Какой-то Раковины Здесь Что это Кагмара Рыба С креветками 350 рублей Креветки Блин Различные Да Хочется все взять Сразу попробовать В общем В Вьетнам Даже ездить Не надо Все здесь есть В принципе Приемлемая цена Всего 2 евро Это какая-то Ну это мидии Уже очищенные Ты берешь уже готовые мидии Кто их делает Для салата Вот мы едим Просто так салата Ты можешь мидии Туда Рас Непетком обдала В принципе Много не надо Чили Чили А креветки К примеру Вот эти Бланко Бранко В плане Замороженные Писаны Производитель Вроде тут Написает И ест Написано Меркадон И ест Смотрите А за 90 рублей Евро 20 Получается 90 рублей Продается Вот такая Упаковка Чернил Тракатится Да Или что там Сепия Прикольно У них Все что хочет То есть Это наверное Как природная Как натуральная Краска Рис подкрашивать Они спаили подкрашивают Очищенные Тыквенные семечки Посмотри сюда Я понял Ну стоимость Примерно 68 рублей Ну чуть меньше 70 рублей У нас Упаковка такая Не очищенных Стоит дороже Мы уже к ней Подходим Ангуринос Мы забываем Когда домой Приходим Что это такое Что это такое Вот они кстати Берут это Мы не знаем Давай возьмем Вот эту упаковку За полтора Типа как Крабовые палочки Только вот Смотри Что это делают Салат Это как Краб Крабовая фигня Такая А ну это то же самое Что вот внизу Вот они все В одной серии А все ясно Это для салата Короче В салат кидаешь Давай возьмем У тебя салат есть Все это другой вид Крабовых палочек Наши любимые чипсы Но мы их уже не берем Потому что мы их объели Это их настоящие чипсы В которых Немного соли И нету никаких добавок То есть они Не такие вот Ядовитые Как наши российские Прикольные чипсы Как раньше продавались В упаковках В этих картонных В Советском Союзе Это консервы? Да это консервы Бумажные упаковки Ну там внутри Металлические они В одном из роликов Мне сказали Мы деревня Мы в первый раз Увидели консервы Бумажные упаковки И удивились Волга Откуда С какой деревни Мы приехали Да Мы приехали Из деревни России В Сочи Называется деревня У нас не продаешь Консервы Бумажные упаковки Если вы сюда давно переехали Возможно вы забыли Не в Волгограде Я видел И где-то еще В метро магазин У нас Побольшой продуктовый Но это редкий случай Мы просто давно не были в России В обычном магазине Может быть в Москве В крупном городе Какие-то есть Специализированные Или модные супермаркеты Там может быть Есть какой-то выбор В обычных городах Такого ассортимента Никогда не увидишь А большинство этих товаров И подавно вообще не увидишь А сколько стоит у них Вот эта бутылка Ну вот Что там 75 рублей масло оливковое Такая же цена 75 рублей Нет, не оливковое Обычное масло А вот оливковое масло Смотрите 13 евро В прошлом году По-моему было по 12 На евро подорожало Что-ли Вот 13 евро Ну вот сами понимаете Сколько это будет 900 рублей 5 литров А вот и Сангрия Есть 7 градусная Евро 30 Тоже 7 градусов Просто она есть 4 и 7 градусов Ну я думаю Что лучше конечно 7 выпивать Как-то Потому что 4 пьешь Она вообще Не вставляет Как бы от нее Эффекта Как будто ты Компот пьешь Вот Дон Симон В основном Такая марка у них Вино С лимоном 4 градуса Вот такой хлеб Такого традиционного Как у нас хлеба нету Прямоугольной формы Такого Как кирпичиком Вот такие вот Различные буки По 10 центов Где-то я Видел видео Смотрел на ютубе И там В общем Жаловались на то Что нету Сладкой продукции Что Ну мы столько Тут Сладкого Вообще Мне кажется Очень много Торты Да А вот Весь орехами Усыпан Прикольный Я бы взял Такое Или вот эту Штуку Я бы взял Вот тоже Я вот эту Бывзяла Нет Наверное Вот этот Смотри Лучше Смотри Какой Красота Вообще Вот этот Лучше Вот смотри Видишь Какая Маргарита А Сан-Мартин Течение А хлеб Вот у них Этот Долгоиграющий Такой Для тостов Вообще Сколько он Хранится Такой хлеб Срок хранения У этого хлеба Полмесяца Хранения Манго Ребята Бах Это вообще Супер А вот Гуава Блин Все Короче Берем И то и другое Сок из маракуйи Тоже берем Нутелла Нутелла Стоит 350 грамм 2,75 А здесь Со скидкой 500 грамм Евро 65 Может тут Нафигачить Пальмовое масло И когда Крупная корпорация Монополист Половина Магазина Ее продукции То конечно Они могут Экономить На качестве В году Как бы Цене Вот Ну и опять же Моя тема Любимая Мед С орехами Йогурты Смотрите Килограмм Йогурта Евро 90 Ну примерно 150 рублей Там 140 рублей Килограмм Йогурта Посмотрите Какое Получается Два таких Два таких Два таких Два таких Два таких 185 рублей Вот такая Упаковка Ну на вес Она прям У них Большие Вот эти Сами Баклажки Тара Большая Я бы Что-то Типа Айрана Выбрал Но вот В Турции Такая Очень хорошая Продукция Вот молочка Здесь же Как бы Больше Все С ягодами Либо Классические Вот Какой-то Вот Типа Как Сметана Получается Вот У них Кефир Есть Евро 40 Все-таки Молочки Больше Выбор И вот Этих Айранов В Турции В Турции В этом Плане Молодцы Прям Хочется Попасть На молочную Витрину Турции Здесь К сожалению Такого Нет Пакетики Вон Мы встречаем Людей Нам говорят Как вы Уехали из Сочи Да что же Вы ненормальные В самый сезон Что же Он дома Не сидится Да Да Нет 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 Я забыл Просто Пошли Ты что Голодный Что ли Хватит Хватит У нас В России Если огурцы В таких сетках Продаются То по-любому Они будут Старые Какие-то Подгнившие Чтобы Продать Как бы Прячут Сетку Так Все Огурцы Взяли Они Разбирают Эту штуку Для приготовления Натурального Сока Апельсины Подаются Здесь Измельчаются Мы первый раз Эффективно Все набрали На 48 евро У нас Два Огромных Пакета Еще Кучи Всего Не влезло И девушка Так Вил Обслуживала И подсказала Что С газом Это Без газа Я у нее Спросила Она подсказала Куда И Это У нее Последний Клиент Конец Рабочего Дня Она Улыбка И Мило Это Все Да Она Кстати Даже Помогала Мужчине Складывать Его Продукты В Тележку Улыбалась При этом Отношение В любом Магазине Либо Нейтральная Либо Очень Хорошая Такого Чтобы Косы Смотрели Как у нас Бывает В России Просто У нас Люди За Неченскую Зарплату Работают И Работают Еще Получается Что Люди Такие Очень Доброжелательно Относятся К покупателям И хочется Покупать У них Больше И больше Ну все Давайте Всем пока Пока Так что Сейчас мы Придем И я Полностью Покажу Что мы Попили Покажу По чеку И разложу На столе И вы увидите Что можно Купить На 3.600 Рублей В Испании Продолжение следует